Крыши теку дома разваливаются, детские площадки разбиты. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. С колодцем по жизни жители поселка Власиха жалуются на отсутствие питьевой воды. На протяжении многих лет им приходится пить техническую воду. Как вы ее пьете? Там всего 6 метров. Это техническая вода. Ну, пью. Осторожно, опасная зона. Жители Барнаула боятся приводить своих детей на полуразрушенную детскую площадку. На данный момент мы вообще сюда просто не ходим. Страшновато? Конечно, конечно. И тут по вечерам молодежь собирается, естественно, тут нецензурная брань присутствует. Колодец всему голова. По такому девизу живут жители поселка Власиха. Уже на протяжении многих лет у них отсутствует вода. На некоторых улицах попросту нет водопроводных сетей. И жителям ничего не остается, как пользоваться старинным способом. Черпать воду из колодца. Все бы ничего, но она техническая. Газ, высокоскоростной, интернет. Все есть. А вот воды на некоторых улицах Власихи до сих пор нет. Набирают по старинке из колодца. Некоторые специально бурят скважины за свой счет. Если скважину делать, это метров 140. Нужна где более-менее нормальная вода. И водоразбор хороший дает водонос. А так делаем метров по 10. Они, соответственно, там первый слой техническая вода. Пить нельзя. Железо. Ну, очень много железа извести. И вся арматура, сантехника, стиральные машины очень быстро исходят из строя. 140 метров. Очень дорого. Свыше 2000. Стоимость одного метра. Таких денег у жителей поселка нет. Большинство покупают бутылированную воду. Некоторые не могут позволить себе такую роскошь. Пьют техническую. Как вы ее пьете? Там всего 6 метров. Это техническая вода. Ну, пьем. Боитесь? Не знаю, так сказать. Ну, самое главное, безопасность важна для детей. Ну, а мы уж с матерью уже привычны. А мы не пьем эту воду, потому что заказываем. Нам привозят воду к питьеву. А в семье сколько проживает человек? Так, три человека. И на неделю нам нужно два бутыля воды по 20 литров. Это питьевая, и чтобы готовить еду. На сегодняшний день без центрального водоснабжения остаются 40 домов. На улице Сибирска и больше 10 домов на улице Лесная Поляна. Такие цифры приводят жители Власихи. Люди неоднократно жаловались городским властям, обращались и в Барнаульский водоканал. Ответ один. Вопрос с водой решают. Что в 2019 году будет закладываться проект в нашу, потому что да. Но я вот сейчас ходила, письмо у них написано, в компьютере стоит мое. А никаких нет изменений. В 2018 году городские власти обещали, рассказывают жители, водопроводные сети проложить. Но прошло пять лет, а воды все нет. Мы попытались выяснить в эре Барнаула более точные сроки. Но специалисты еще готовят ответ. А между тем, жители нескольких улиц надеются, что чистая, безопасная вода когда-нибудь придет к ним в дом. И они смогут забыть про пластиковые бутылки и свои страхи. Рядом лес. Вот у нас горели машины. Только туда ездили за водой. Здесь негде взять воды у нас. Ой, боюсь. Вот только пожара боюсь здесь. Потому что здесь начнется... Это вот он, порох. Порох здесь. И загорит... Люди сгорят только так. О том, что детская площадка на улице Промышленная когда-то пользовалась популярностью, напоминают лишь детские игрушки. Сейчас малыши обходят это место стороной. Они боятся здесь играть. Чего не скажешь о подростках. Они по-прежнему проводят здесь досуг. Рискуя здоровьем и даже жизнью. Качели скрипят так, что могут вот-вот рухнуть. У детской площадки на пересечении улиц Промышленная и Шевченко истек срок годности. Экспертиза, конечно, не проводилась, но невооруженным глазом все видно. Маленьких детей я вижу мало, но в основном подростки на данный момент. Ну, потому что для маленьких здесь действительно ничего нет. Все разломано, все неухоженное. Поэтому с маленькими сюда никто не ходит. Площадка, по словам жителей, находится на балансе Октябрьского района. Ранее ее восстанавливали, красили, ремонтировали. Но вот уже несколько лет к ней вообще никто не прикасается, жалуются люди. Раньше эта площадка, ну, очень большим спросом пользуется. Очень. Это вот, когда мы переехали сюда жить, это где-то 11 лет назад. Всегда все здесь было хорошо. Когда было хорошо здесь, сюда, мои лично внуки сюда двое ходили. Я лично сама это сюда водила. Но теперь на данный момент мы вообще сюда просто не ходим. Страшновато? Конечно, конечно. И тут по вечерам молодежь собирается, естественно, тут нецензурная брань присутствует. Всякие вот эти бутылки кидают, бросают. Ну, в общем, вот так. Коммунальные эксперты отмечают, что детские площадки должны соответствовать определенным требованиям. И если есть отклонение от нормы, жителям нужно обращаться в Росстандарт или в прокуратуру. С заявлением о том, что вот по такому-то адресу, по нашему мнению, значит, детская площадка, ее оборудование, какие-то, может быть, отдельные элементы, горка, качели и так далее, не соответствуют требованиям государственных стандартов. Либо также с такого рода заявлениями или жалобой можно обратиться в органы прокуратуры района. Ну, а уже прокуратура в порядке надзора и самостоятельно может предпринять действия, определенные в рамках полномочий прокуратуры и направить, соответственно, материал в тот же самый Росстандарт, который уже и уполномочен на составление административных протоколов в случае, если не соблюдение, не соответствие оборудования к госстандартам будет выявлено. Если на детской площадке будут обнаружены дефекты, то ответственных лиц накажут рублем. Сумма штрафа от 1 тысячи до 300 тысяч рублей в зависимости от категории лиц. Но детям, подросткам не нужно, чтобы кого-то наказывали. Они просто хотят благоустроенную площадку, где можно играть, тренироваться и при этом чувствовать себя в безопасности. Чего здесь не хватает? Больше турников. А тебе? Мне бы хорошую горку, а не вот этот склон крутой. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи!